Чтобы получить голоса избирателей политики всего мира, на что только не идут. Наш политический обозреватель Роман Никифоров вспомнил самые необычные способы наглядной агитации. Модель и телеведущая Синтия Фернандеш хочет попасть в национальный конгресс Аргентины. Снимает яркий предвыборный ролик. Как говорится, хорошая попытка Синтия. Однако политический кастинг она не проходит. Может быть, перца не хватило? Ведь есть же пример итальянка ненгерского происхождения Илона Шталер. Известно как Чичалина – порноактриса, которая смогла. Попала в итальянский парламент от радикальной партии и даже ролики снимать не пришлось. Средства агитации всегда с собой и везде идут в ход. Пообещала заняться сексом с Адамом Хусейном и Усамой Бен Ладеном во имя мира во всем мире. Эротическая тема в агитации – одна из самых популярных в мире. Используют ее и в России. Например, три года назад авторы вирусных роликов зовут на выборы молодежь. А как все чинно-благородно начиналось? Дореволюционная Россия – 1917 год. На плакатах «Богатыри демократии против дракона анархии» – «Счастливый крестьянский быт». Или вот «Свободная женщина» – начало 20 века в наковальне. Советское время. Выборы как праздник. Гармонь – непременный атрибут. Сплошной позитив. После распада Союза «Лубокс» меняет пародии. Даже гротеск. Агитирует уже не народ. Электорат. Ролик 95-го года Бориса Немцова. Губернаторским выбором. Но одно дело – зажигательные видео, другое – реальная жизнь. Страна в глубоком экономическом кризисе. Элита чувствует угрозу и пытается любой ценой сохранить у власти Бориса Ельцина. Зовет на помощь лидеров мнений. И вот рокер Гарик Сукачев убеждает упрямого ветерана прийти на участок тряхнуть стариной. Надо совершать поступки. Заодно и пивко попьем. Ребята в Ростове вот такую рыбку подогнали. Прямо на избирательном участке. Давай! Настало время разобраться. Кто хороший, кто плохой, кто действительно крут. Так, кто конченный лоб. Голосуй! Или ты проиграешь! У молодежи свои кумиры. Заказ на политический хит получают диджей-грув и группа «Мальчишник». Для президентской кампании легкомысленно, но отступать некуда. Режиссер клипа Виктор Конисевич. Набрали таких альпинистов, которые могут рисовать, задувать портрет. Борис Николаевич с кислотным пиджаком болтались на верхотуре и задували баллонами этот пиджак. Но ребята внизу пели и при устечении большой толпы молодежи. Евгений Минтусов в 96-м был личным консультантом Бориса Николаевича по имиджу. Все великие выборы, они базируются на одной из пяти простейших человеческих эмоций. И в данном случае одна из простейших человеческих эмоций, которая помогла Борису Николаевичу победить, это эмоция страха. Страха. Что опять придут коммунисты. Форму и слоган, кстати, позаимствовали из предвыборной кампании Билла Клинтона 92-го года. Ее продвигало MTV название «Choose Lose» – выбирай или проиграешь. Друг Билл, друга Бориса, в плагиате обвинять не стал. В дальнейшем западные рецепты для российской политики становятся все менее эффективными. Что американцу хорошо, русскому не нравится. Такой вот популярный в России вирусный ролик на Западе едва ли оценят. Глава семьи пропускает выборы, а утром с ужасом понимает, что проснулся в совсем другой стране. Это что еще за хрен? Я вообще-то гей на передержке. Кто? Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гей на передержку тех, которых партнер оставил. Политтехнологи давно поняли – месседж должен быть один, простой, подача, убедительная. Это как раз общий тренд. Вот пример из США. Кандидат-республиканец, бывший военный. Все коротко и по делу. Я не политикан, я морской котик, и я буду целиться в политиканов. Демократ Левит Тилиман огнестрельное оружие, наоборот, не любит и предлагает заменить его на перцовые баллончики для охранников в школах. Но агитирует жестко, испытывает газ на себе. Некоторым кандидатам и программа не нужна, и даже складно говорить не обязательно. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Украинский боксер Виталий Кличко создал свою партию с говорящим названием «Удар». Прошел Верховную Раду, после Майдана решил стать президентом. Затем свою кандидатуру снял, но на должность мэра Киева сгодился и до сих пор является столичным градоначальником. Просил бы также всех ювлян обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле. Теперь президентом в Филиппин хочет стать другой боксер Мэнни Пакьяо. Единственный чемпион мира сразу в восьми весовых категориях. От наилегчайшей до первой средней. Для предвыборного ролика можно использовать и его бой с тенью. Мол, с такой же скоростью и напором чемпион будет разбираться с теневым бизнесом. В пиар-компании этого бывшего губернатора Калифорнии любой политик мог бы позавидовать, что ролики – блокбастеры с многомиллионными бюджетами. В них Арнольд Шварценеггер и слабых защищал, и мир спасал, и про фразы эпичные не забывал. Как ему не поверить? Хотя президентом США смог стать другой актер. Возможно, более романтичный. При Рональде Рейгане нравы были иные. Но не думай, что я приму «нет» к ответу. Я никогда так не делаю. Сегодня уже не отличишь, где жизнь, а где кино. Благодаря нейросетям к американским избирателям якобы обращается Том Круз. Причем молодой. Удивлять людей все сложнее, но и современные технологии на месте не стоят. Даже при помощи мобильного приложения можно за несколько секунд перевоплотиться хоть в Дональда Трампа, хоть в Ангелу Меркель. Так что теперь предвыборного креатива, фейков и веселья наверняка станет еще больше. Вопрос лишь в том, насколько весело будет после выборов. Роман Кифоров, Мария Солопова, Кирилл Борисов, Денис Алиевский, Александр Терзинов. Программа «Вместе».